Сегодня торжественная служба в церкви Святой Екатерины Александрийской. В дни юбилея прихожане смогут войти в этот католический храм с Невского проспекта. Впервые за последние 10 лет сегодня здесь открыли центральные двери. В честь этого события мессу провел Тадеуш Кондрусевич, глава католической церкви на европейской территории России. Подробности в репортаже Анастасии Зайцевой. Сегодняшнее богослужение в католической церкви Святой Екатерины на Невском проспекте длилось в два раза дольше обычного. Приход праздновал открытие главного входа в храм. Впервые за 10 лет верующие могли войти в церковь через центральные двери. Раньше они были закрыты из-за ремонта внутри здания. Из-за этого возникали многие сложности, потому что люди не знали просто открыт ли храм, действует ли храм, действует ли община. Петербург изначально был городом многонациональным и веротерпимым. Католическая церковь стала одной из первых основавших здесь свой приход. В этом году католическая община нашего города тоже празднует 300-летие. Сейчас в ней насчитывается около двух тысяч постоянных прихожан. Большой интерес к католицизму проявляют корейцы. Церковь Святой Екатерины Александрийской была специально построена для католической общины в Санкт-Петербурге. В советское время здесь был склад, а после пожара в середине 80-х храм стоял заброшенный. Когда его вернули католикам, здесь уже было опасно вести службу. Но община не отступила перед трудностями. Служности в основном всегда связаны с финансовой стороной, но город нам помогал, помогала за границей. Сейчас основные работы в Центральном зале уже практически завершены. Теперь необходимо отремонтировать пределы. В дальнейшем, возможно, Церковь Святой Екатерины расскажет в барочном стиле. А пока что прихожане радуются, что в дни 300-летия верующие смогут войти в храм прямо с Невского проспекта. Анастасия Зайцева, Михаил Холкин, Информ-ТВ.